Около трех тысяч жителей Благовещенского района могут пострадать финансово, если в деле о деприватизации завода Кучук-Сульфат суд встанет на сторону Генпрокуратуры. В Барнауле продолжается рассмотрение резонансного дела, в рамках которого гособвинители намерены истребовать акции собственников. По их мнению, процесс приватизации в 90-х прошел незаконно, и в таком случае акционерам для возмещения придется искать едва ли не миллионы рублей. Как прошло очередное заседание, расскажем далее. Последствия могут быть настолько масштабны, что от Степного озера мало что останется. С каждым судебным заседанием в отношении Кучук-Сульфата все четче вырисовывается масштаб трагедии. К нам непосредственно пойдут регрессные иски. И если я работаю на предприятии, я еще чем-то хотя бы могу возместить тот ущерб, который будет причинен ответчикам в результате изъятия имущества. Что будут делать те бабушки и дедушки, которые сейчас находятся на пенсии. В конце прошлого года Генпрокуратура России подала иск. В ведомстве считают, что приватизация Кучук-Сульфата в 92-м прошла незаконно. И нужно истребовать акции у сегодняшних владельцев, которые приобрели их спустя несколько лет после приватизации, уже на вторичном рынке. Иск предъявлен теперь ко всем, 100% акционеров. На этом заседании ответчики представили отзыв с документами, описывающими ход приватизации. Прокуратура выступила против их приобщения к делу. Не посчитала нужным она видеть в деле и допросы тех, кто утверждал и проверял законность процесса в 90-х. Прошу приобщить к материалам дела протокол допроса бывшего прокурора Алтайского края, Поростуна Юрия Федоровича. Ященко, да, это бывший председатель фонда имущества Алтайского края. Потапов Сергей Григорьевич, это бывший председатель краевого комитета по управлению имуществом Алтайского края. Возважаем против их приобщения всех трех протоколов. Ответчики уже привыкли, что большинство их действий вызывает протест со стороны истца. Но в этот раз с сомнением гособвинитель подверг инотериальную заверенность документов. Есть подтверждение того, что нотариус направил в Генеральную прокуратуру уведомление о проведении данного действия по обеспечению доказательств. Мы считаем, что нотариус совершает данные нотариальные действия, действие полностью соответственно законом. Впервые с начала процесса для представления своей позиции дали слово одному из ответчиков. Председатель совета директоров завода Василий Гамайонов рассказал много о грозящем банкротстве, когда он приобретал акции и каким предприятием стало спустя 20 лет. Сегодняшние собственники многие годы не получали дивиденды, а инвестировали в развитие кучуксульфата. У нас ничего нет, ни у меня бизнеса больше нет. Ни у любого ответчика спросите, ни у кого нет бизнеса. Почему? Потому что мы верили государству, верили в святость, в собственности и вкладывались, развивая неогляд. Понимаешь, мы по закону все взяли, добросовестно все взяли. Если бы были лукавые, что-то понимали, купили, налили, цену подняли, сбросили, все. И более того, мы бы не в завод вкладывали, а в свое благополучие строили ни в Моногорде, ни в Испании дома себе строили. Всего в завод акционеры вложили 14 миллиардов рублей. Отремонтировали старые советские мощности и построили новые цеха. По отношению к советскому периоду это уже как два завода. Налоги предприятия – это весь поселковый бюджет и практически половина районного. А теперь, глядя на судебный процесс, жители всерьез обеспокоены своим будущим. Я думаю, что потеряется та заработная оплата, которую мы сейчас получаем. Я думаю, что не будет финансирования на улучшение инфраструктуры поселка. При закрытии завода, как требует прокуратура приостановить, это значит приостановить работу ТЭЦ, которая снабжает электроэнергией и теплом наш поселок. И, соответственно, туда ехать нам, как бы уже практически пенсионерам. Ситуация уже ухудшается. На 14 миллионов сократились налоговые поступления от завода в бюджет поселка. Сократились работы по уборке снега. Единственная станция очистки питьевой воды «Родник» сегодня закрыта. А ржавая водопроводная вода для питья непригодна. КБК, моторный завод, Трансмаш, Химпром, Алтайхимпром, Гиганты, Полиэкс, Биск, Радиозавод, Аппаратурный, Славорольский, Геофизику, КЖБИ, Стройгаз, Цемент. В основном, либо их нет, им повезло стать торговыми центрами. Очень повезло. Либо они в стадии банкротства. Ни одного. И это все были приватизированные предприятия. И никому дела нет. А до успешного предприятия вдруг всем есть дело. Акционеры ставят этот иск в череду событий, которые характеризуют как административное давление на предприятия. С 2017 года Кучуксульфат прошел 80 ведомственных проверок. Дал ответ по трём сотням запросов всех возможных инстанций. Нарушений нет, нет штрафов, нет уголовных дел. Успешный Алтайский завод оказался абсолютно чист. Представители Кучуксульфата уверены, что к их бизнесу проявляют интерес рейдеры, которые выходили под это административное давление с предложениями о покупке активов до судебного иска. Дело продолжается. Следующий суд назначен на 15 февраля. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.